Здарова! С вами Муборг, я Трэш и это Андроид Шейк. Вася Пупкин собрал больше всего лайков с непониманием того, как можно не подписаться на самый топовый канал по обзору мобильных игр. Прошу прощения, не тот комментарий. Подписчик с ником Рахат собрал свыше 70 лайков с просьбой составить топ РПГ игр. Другие подписчики попросили, чтобы эти игры были оффлайновыми, многочасовыми и с хорошим сюжетом. А слипка не спопнется. Оушенхорн — это сильная и самодостаточная РПГ, созданная по мотивам легендарной Legend of Zelda. Несмотря на то, что игра является практически АА-проектом и к ней привлекли композиторов Final Fantasy, об игре знают не так уж много игроков. Вас ждут захватывающие головломки, запоминающиеся боссы, интригующий сюжет, морские путешествия и интересная десятичасовая кампания. Legend of Grimrock не торопится выходить на андроид-платформе, а многим так охота позалипать в какую-нибудь старомодную пошаговую РПГ в духе Might and Magic. И такая игра есть. Seven Magies поведает вам историю о семерых магах, которых вам и предстоит найти и провести по фэнтезийному миру, в поисках опасностей и заковыристых пазлов. Seven Magies — это весьма хардовая игра, требующая от вас индивидуальных и нестандартных решений в боях, на тренированной памяти и смекалке. Иначе долго вам не прожить. Titan Quest без сомнения заслуживает почетное место в жанре и не только на мобильной платформе. Вы сможете побывать в Греции, Египте, Дальнем Востоке, посетить остров Крик и пробежаться в лабиринте Минотавра. Весь сюжет Titan Quest пропитан отсылками к мифологии. Только не пугайтесь бедному созданию персонажа. В игре нет как такового класса героев. По достижению второго уровня вы сможете выбрать одну из девяти веток развития талантов. Но и это не все. Получив восьмой уровень, ваше умение пополнится еще одной веткой на выбор, что предоставит вам возможность создавать необычные классы героев прямо на ходу. Icewindale – это порт настоящей олдскульной РПГ. Специально для настоящих олдскульных игроков. Для нового поколения геймеров поясню, что раньше РПГ были намного разнообразнее. На ваш выбор будет 30 классов героев, до 6 членов отряда, сотни видов заклинаний, тысячи квестов. А главное, что при детальном прохождении часов геймплея вам хватит, ну, до выхода новой Диабло. Jade Empire – это ярчайший представитель классической BioWare. Еще задолго до того, как космос заполонили геи, баги и кошмарная мимика персонажей. Погрузитесь в мир Востока. Помимо привычных для РПГ тонн диалогов, квестов и лута, Jade Empire может похвастать нелинейным сюжетом и отличной экшн-боевкой. Так что, друзья, у вас есть неплохая многочасовая замена вечеру на андроид-устройствах. Подписчик Андреналин кому-то напомнил, а для меня открыл замечательную стратегию 2015 года под названием Tactile Wars. Так что пора отправиться вперед в прошлое! Tactile Wars – это великолепная стратегия, с какой стороны ни глянь. Игра продолжает выглядеть свежо, несмотря на время, во всех планах. Графика, дизайн, да что там, даже геймплей вам покажется свежим. Тапами вы будете направлять войска в нужную область, а победа в сражении будет зависеть от грамотного распределения войск по линии, которую вы рисуете сами свайпами по экрану. Вдобавок, помимо сражений на поле боя, вам потребуется укреплять и оборонять собственную базу. Во втором квартале 2017-го разработчики из студии PlayFasign попробуют возродить жанр с использованием карточек и настоящих фигур. Получится у них это или нет, для нас не столь важно. Главное, что это будет потрясающий RPG, который мы с нетерпением ждем на андроид. Лайтсикерс и игра, в которой будут предусмотрены реальные фигурки персонажей. Разработчики учли ошибки Skylanders и Disney Infinity и решили добавить в свою игру элементы, без которых, по их мнению, ей не стать популярной. Геймеров ждет не просто мобильный RPG. В ней будет дополненная реальность, элементы карточных игр и многочасовая реиграбельность. Поиграть в такую красоту однозначно стоит. Но, на мой взгляд, ошибка таких игр в том, что даже если бы мы и захотели разблокировать новых персонажей фигурками или поиграть в дополненную реальность на карточках, мы бы вряд ли смогли это сделать. По причине того, что хер их достанешь. Ну что ж, релиз Лайтсикерс запланирован на апрель-май 2017-го года, так что поживем и уже совсем скоро увидим. На этой неделе вышла долгожданная белорусская ответка Pokemon Go. И это вам не ответка мстителям в лице защитников. Так что теперь белорусы могут гордиться не только картошкой. Кто мог подумать, что белорусским разработчикам удастся создать что-то уровня Pokemon Go на андроид-платформе? В Лико Фаразаурс вам предстоит выбрать своего героя и закалять его в боях за Кубок Всемогущества. Бои происходят посредством использования карточек с различными умениями, требующими определенное количество маны, которая восстанавливается по мере боя. На улицу вам придется выходить разве что ради поиска сундуков с сокровищами и новыми карточками, ну и за хлебом по дорожке. В остальном, вести бои вы будете сидя на своих двух булочках в любом удобном для вас месте. Что, к примеру, для такой ленивой задницы, как я, весьма по вкусу. В игре великолепная озвучка, графика, интересная прокачка и быстрый поиск соперников по всему миру. Сергей Кистерев посоветовал просто потрясающую игру, в которой мы будем колесить по постапокалиптической Америке на такомобиле в поисках клиентов. А у мексиканцев есть яйца. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! На дворе 2020 год. Семь ядерных бомб превратили всех жителей Америки в мутантов. Я сказал всех. Почти всех. Кто-то же остался, а это значит, семейное дело может процветать дальше. Главное в Gunman Taco Track это остаться на плаву и не застрять где-то на полпути и быть съеденным мутантами. Ваша задача на пути к разным городам Америки отстреливать мутантов. Нет, опасности они не особо представляют, ведь вы можете просто увиливать от них свайпами. Убивать мутантов придется, конечно же, ради их мяса и компонентов така. Каждый клиент требует особое блюдо и желательно, чтобы у вас были все необходимые компоненты для рецепта. За заработанные деньги вы сможете улучшать автомобиль, оружие и заправляться бензином, чтобы не застрять в дороге. Короче, Gunman Taco Track это настоящий симулятор тако-бизнеса. Жду нашего аналога бизнеса шоурмы с отстрелом котов, крыс и людей. А на сегодня это все. Ставь лось, делись видяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно, подписывайся на наш канал. Удачи тебе и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok